Храбрый мальчик Жил-был мальчик, пошел он в лес, гулял-гулял и заблудился. А было это высоко в горах, искал-искал дорогу и устал. Сломил он себе крепкую палку и дальше пошел. Шел-шел и лег под куст отдохнуть. Вот он лег отдохнуть и видит. По большому дереву громадная змея ползет, а на дереве гнездо и в гнезде птенцы. Как увидели птенцы змею, закричали они, заплакали. Помогите, помогите! Но никто не пришел к ним на помощь. А змея все шипит, пасть разинула, язык высунула. Лезет все выше, подползает все ближе. Мальчик очень испугался, а потом пожалел птенцов, взял свою крепкую палку. Размахнулся и ударил змею. Она развернулась, опять свернулась, да как прыгнет на мальчика. Змея была сильная, толстая и длинная. Змея и мальчик бились очень долго, но мальчик победил. Он бросил птенцам змеиное мясо, а сам опять лег под куст и уснул, потому что он очень устал. Вдруг зашумел лес от ветра. Звери в норы попрятались, звезды тучами укрылись. Это широко махая могучими крылами. Прилетело чудо-птица к своим птенцам. Увидала она мальчика, страшным клекотом закликотала. «Человек, человек, разорву его!» «Мама, мама!» — заплакали птенцы. «Этот человек змею убил, нас накормил». Тогда чудо-птица опустилась на землю и распростерла над мальчиком свое широкое крыло, чтобы ни ветер, ни дождь ему спать не мешали. Утром храбрый мальчик проснулся, увидел над собой большое крыло и заплакал. «Не бойся!» — сказала ему чудо-птица. «Ты моих детей спас. Я для тебя теперь что хочешь сделаю». «Отнеси меня домой!» — попросил мальчик. «Садись ко мне на спину, обними за шею». И чудо-птица подняла мальчика высоко, внесла далеко и опустила на крышу его родного дома. «Будь всегда таким, как сейчас!» — сказала она, улетая. «Садись ко мне на спину, обними за шею». «Садись ко мне на спину, обними за шею». «Отнеси меня домой!» «Отнеси меня домой!» «Отнеси меня домой!»